Всем здравствуйте! Вы на канале Школа Танца Онлайн. В прошлых выпусках мы с вами научились делать большие броски Гранд Батманы. И сегодня, как и обещала, мы усложним Гранд Батманы прыжками. А бонусом в конце урока я покажу вам, как исполняется стаг-лип и стаг-джамп. Гранд Батман с прыжками это такой промежуточный этап между простыми прыжками и высокими, более сложными прыжками. Поэтому, прежде чем приступить, обязательно подготовьте свой голеностопный сустав и ахиллово сухожилие. Сделайте серию простых прыжков. Если же вы самостоятельно не можете этого сделать, тогда дождитесь следующего выпуска, он как раз будет посвящен прыжкам. Итак, Гранд Батман вперед! Во время выноса ноги опорная нога толкается от пола и вытягивается в воздухе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А во втором варианте опорная нога отталкивается от пола и сгибается в колени. Гранд Батман с прыжком в сторону делаем по такому же принципу. В первом варианте толчковая нога выпрямляется, во втором сгибается. Гранд Батман назад с прыжками. В первом случае обе ноги будут прямые, во втором случае обе ноги согнуты в коленях. В предыдущем варианте руки уходят локтями назад, корпус опускается вниз, работающая нога отводится назад, сгибается в колени и опорная нога подгибается в прыжке. И только что вы освоили один из вариантов стаг джамп. И это повод перейти ко второй части урока. Прыжки стаг лип и стаг джамп. Итак, стаг лип. Исполняем шоссе. Шаг на левую ногу, она же толчковая. Далее правая нога выносится вверх в полусогнутом состоянии на максимальную высоту, руки поднимаются в позицию. Правая нога перелетает из точки А в точку Б и чуть позднее выносится наверх левая нога. положение аттитюд. И приземляется. стаг джамп. Шаг вперед. Наскок на две ноги. Правая нога сгибается в колени и поднимается наверх, левая нога. В прямом положении также поднимается наверх. Обе ноги работают одновременно. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний урок. На следующем уроке будем учиться прыгать. Я прощаюсь с вами ненадолго. С вами была Татьяна Медведева. До встречи на канале.